Доброе утро, уважаемые телезрители. Итак, сегодня мы говорим о 39-м царстве, 39-м государстве. Программа «Новое утро» размышляет на тему сказки, на тему зазеркали, на тему погружения в иное пространство. И сегодня у нас весьма любопытный гость из Франции, Лоран Жанто. Это артист, хореограф, постановщик, клипмейкер, режиссер, который находится в нашем городе с частным визитом. Доброе утро, Лоран. Доброе утро. Ну, мы будем говорить по-русски. Я знаю, что русский язык – это ваш второй язык уже теперь стал. Ну, я попробую говорить нормально по-русски. Итак, тема 39-го царства, тема погружения в другую эпоху, реальность, скажем так. И вот, когда вы выбрали профессию танцовщика, наверное, это был выбор родителей в первую очередь у вас, да? Знаете, это было больше, как я видел, балет по телевидению, мне сразу становится, как удар. Я думал, что это такой мир невероятный. Я хотел тогда быть танцором сам больше всего. А родители согласились. Просто в самом начале это мой выбор. То есть за ручку вас никто не привел? Ну, конечно, помогли, но просто это была такая мечта, и тогда я начинал. Ну, помогли, конечно, родители помогли, но все-таки это был выбор свой. Для многих зрителей это остается таким вот действительно иллюзией, сказкой балет. И никто, может быть, не знает изнанку, да, оборотную часть. Но вот уже по истечении времени вы снимали фильмы о закулисье. Это такой мир интересный для меня. Ну, видите, есть два часа, час как зрителей, и все остальное, которое требуется как желание. Это видно близкие люди, которые желают поменять мир в этом мысли. Когда они танцуют на сцене, когда артист танцует на сцене, они дают все свои энергии, или музыканты только то же самое. И видеть, как они готовят этот процесс, это всегда интересно. Я знаю, что вы работали с такими признанными мастерами русской школы. Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова снимали фильм про Ульяну Лопаткину. Какие они для вас вообще не показались? Когда я видел первый раз такие артисты, как Ульяна Лопаткина и Светлана Захарова, или Фарух Рузематов танцуют, это как если они используют музыку на движение. Это целый, если это как вместе, и это вообще невероятные ощущения. Я думал, что надо обязательно сохранить этот момент. Я просто был на спектакле, я видел, и думал, что как жалко, что мы потеряли этот момент, потому что это уникальный тел вместе, музыка, которую я обожаю тоже, и движение, все вместе, которое становится какой-то гармонией. И тогда все-таки у меня была возможность с ними работать, и это был большой шанс, потому что они были очень открыты, и хотели тоже сделать такие проекты вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Я когда-то был в Гранд Опера и видел парк, спектакль Анжелена Прильджакаш. Одну из последних своих ролей, будучи актером, танцовщиком, танцевал Моноэль Легри. Это было его одно из... А вот артисты, скажем, парижской сцены, они какие, они отличаются от русских? В России балерины, они больше эмоциональны, они, мне кажется, когда они начинаются танцевать, первый шаг на сцене, это уже другой мир, они совсем по-другому, они не... и это удивительно для меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я знаю, что ваша супруга, она балерина, классическая балерина. Как часто вы разговариваете в семье о профессии? Есть ли у вас профессиональные разговоры, или все-таки вы больше говорите о доме, о детях, о родителях, о странах и так далее? Моей женой мы очень часто говорим про искусство, и либо музыка, либо даже живопис, либо балет, либо спектакль. Это необходимость. Необходимость, да. Спасибо вам большое за ранний визит. Я желаю вам еще немало открытий на Ниве искусства и интересных погружений в какие-то интересные, скажем, плоскости, координаты и вообще систему отношений к искусству. Спасибо. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Новое утро» сегодня побывал наш гость из Франции, который сейчас находится в Казани. Это в прошлом артист, хореограф, постановщик, клипмейкер и режиссер Лоран Жанто. Наша программа продолжается. И желаю вам также немало приятных погружений в интересные царства науки, культуры, искусства и прочее. Продолжение следует...